Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу, это логично Овсянка, овсянка Доброе бодрое утро, друзья! Мы проснулись, и вы, я надеюсь, тоже Если еще нет, то просто прибавьте звук на вашем телевизоре И у вас точно все получится Шоу «Овсянка» в ваших голубых экранах Первый Ярославский, меня зовут Дмитрий Московский И сегодня нас с вами ждет много всего интересного Внимание! Для начала вместе с рубрикой «История вещей» Отправимся в музей имени Леонида Собинова Далее в рубрике «Интересный человек» Пообщаемся с нашей очаровательной гостьей О детском творчестве и архитектуре И, конечно же, рубрика «Безопасные финансы» И разговор о частных инвесторах Шоу «Овсянка» начинается прямо сейчас Поехали! А сегодня, кстати, вероятный день рождения Итальянского поэта и мыслителя Данте Олегьери Автора одного из величайших памятников мировой культуры Поэмы «Комедия», позднее получившей эпитет «Божественная» 149 лет назад в Ярославле родился выдающийся русский лирический тенор Леонид Собинов, покоривший сначала российскую, а затем и мировую сцену В 1907 году родился король вестерна Джон Уэйн. Едва ли не самый востребованный актер своего времени Сыгравший в 160 фильмах лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса» 26 мая празднует свой день рождения Американский певец и мультиинструменталист Лени Кравиц 4 года подряд получавший премии Грэмми за лучший рок-вокал Также сегодня красивый юбилей 55 лет Отмечает британская актриса Хелена Боннем Картер А в 1969 году в семье композитора и театрального режиссера Родилась будущая звезда российской эстрады Анжелика Варун «Меня ты скоро позабудешь, художник, что рисует дождь» Другому ангелу ты служишь И за собой не позовешь Художник, что рисует дождь Художник, что рисует дождь Знаете, как же это все-таки здорово, что в Ярославской области Пляжный сезон полноценный начинается гораздо позже Это означает, что вы можете привести себя к форму к лету Не к первому июня, друзья А, ну, к примеру, к 20-му, к 30-му А может быть, к 1-му августа почему бы и нет В общем, если вы планируете заняться спортом сейчас То самое время уже сегодня Как вы знаете, один из самых универсальных видов спорта Это, конечно же, бег И многие пытаются им заниматься Просто увидев, как сосед по даче бегает Или кто-то еще Или посмотрев какое-нибудь мероприятие большое И тоже выходит на беговую дорожку При этом далеко не все бегают правильно Я даже больше скажу Большинство начинающих бегают неправильно И у нас есть эксперт Сергей Грибушков Который расскажет все об этих самых правилах техники бега Давайте посмотрим прямо сейчас Всем привет, с вами Сергей Грибушков И сегодня мы поговорим о технике бега Поехали! Техника бега – это тема, которая волнует многих бегунов В том числе и новичков Как правильно бежать? Как держать руки? Бежать с пятки или бежать с носка? Все эти вопросы можно услышать довольно часто И сейчас поделюсь своим мнением Сразу оговорю, что все, что я сейчас скажу Касается бегунов-любителей и не имеет отношения к профессионалам Взрослому человеку, который только начинает бегать И не имеет за спиной спортивного опыта Резко менять ничего не нужно Поначалу нужно просто бежать так, как бежится Даже если у вас получается не очень красиво Наша техника бега обусловлена теми мышечными дисбалансами Которые мы приобретаем ввиду нашего образа жизни Мы много сидим на работе, ездим на автомобиле От этого наши мышцы становятся слабыми И наша картинка беговая не является очень привлекательной И это абсолютно нормально Поставить хорошую, красивую, легкоатлетическую технику Вовсе не проблема Но это может привести к проблемам с суставами, связками И доставлять большой дискомфорт при беге Резкие изменения нужны только в том случае Когда в двигательном стереотипе есть движения, которые явно вредят Например, это слишком разогнутые руки Приземление на пятку с сильным ударом о поверхность И сильные горизонтальные колебания В этих случаях необходима быстрая коррекция техники Если явных неправильных движений вашей техники нет То менять ее необходимо плавно, спокойно, долго И для этого есть три основные инструмента Это регулярные пробежки в медленном темпе Это регулярное выполнение беговых упражнений И силовые упражнения, направленные на устранение того дисбаланса, который у вас есть Для того, чтобы разобраться, есть ли у вас проблемы с техникой или нет И для того, чтобы узнать, что нужно исправлять Я рекомендую обратиться к тренеру, который посмотрит на вас со стороны И даст ценные указания, чтобы ваша техника приобрела правильные очертания Неправильный вариант, когда руки слишком прямые Это очень эргономично Правильный вариант, руки согнуты 90 или меньше градусов Неправильный вариант, слишком сильные горизонтальные колебания Это приводит к большой нагрузке на колени И в конечном итоге к травме Правильный вариант, плечи прямые Взгляд перед собой И минимальные вертикальные колебания Неправильный вариант Приземление на пятку с большим зависанием в воздухе Это также приводит к нагрузке на колени Правильный вариант Мягкие, спокойные приземления на всю стопу А для того, чтобы изменения техники бега прошли безопасно для ваших суставов, связок и мышц Я рекомендую регулярные силовые тренировки О них мы говорили в предыдущих видео Итак, подведем итоги Если вы бегун-любитель, резко менять ничего не нужно Продолжайте бегать на низком пульсе, в спокойном темпе Выполняйте силовые упражнения И выполняйте специальные беговые упражнения Ну и, конечно, выполняйте специальные беговые упражнения Это отдельные элементы техники бега Которые в итоге всливаются в общую картину И позволяют вам бежать лучше, быстрее, красивее И достигать хороших результатов И сейчас я покажу основные из беговых упражнений Первое упражнение – это семенящий бег Руки и плечи полностью расслаблены И бег идет на передней части стопы Пятка пола не касается Захлест голени Также пятка пола не касается И руки уже работают так же, как на бегу Следующее упражнение – перекаты с легким выпрыгиванием Нам нужно прокатить стопу от пятки до носочка И слегка подпрыгнуть вверх Приставные шаги Сначала правым боком, потом левым боком Бег спиной вперед В спокойном темпе, поглядывая, что у вас за спиной Бег с высоким подъемом бедра Здесь важно смотреть, чтобы корпус не заваливался назад Следующее упражнение похоже на греческий танец сиртаки Корпус прямо, руки по сторонам и двигается только таз Бег на прямых ногах или буратино Друзья, спасибо за внимание Надеюсь, это видео было для вас полезным Увидимся в следующих выпусках Пока Как мы уже говорили в рубрике о сегодня-кстати Сегодня-кстати День рождения нашего прославленного земляка Леонида Собиного И мы вместе с вами в рубрике «История вещей» Прямо сейчас отправимся в Мемориальный музей его имени В нашем Собиновском доме огромное количество подлинников И очень ценной частью собрания являются, конечно, сценические костюмы Леонида Витальча И вот сейчас в этом зале можно увидеть один из них Это особенный костюм, потому что в 1904 году в этом костюме Собинов дебютировал на сцене Миланского театра Ла Скала Это была опера Деницетти, Дон Паскуали, в которой он исполнял партию Эрнеста Собинов был тенор И было удивительно для итальянских зрителей, что русский артист дерзнул появиться в этом театре Все-таки тенора, ими славится Италия И вот этот замечательный костюм, в котором он пережил первый триумф Настоящий огромный триумф на этой знаменитой оперной сцене Был и сшит в Италии Художник, который делал для Собина этот костюм Это знаменитый итальянский мастер Луиджи Сапелли Которого еще знают в театральном мире под псевдонимом Карамбо Сохранилось два костюма, сшитых для Собинова, для этого спектакля Один находится в коллекции музея Большого театра А второй вот здесь, в этом нашем зале Собинов сотрудничал с очень многими знаменитыми художниками Но он и сам занимался костюмами, это было такой его большой страстью Как правило, в Италии он покупал у антикваров старинные драгоценные ткани, украшения, пуговицы, фурнитура Он покупал старинные гравюры, альбомы Это вот была та историческая фактура, которая помогала ему в создании костюмов Вписанных в ту эпоху, в которой жил этот оперный герой Помимо костюмов сценических, мы храним и личные вещи Леонида Витальевича за разные годы И вот в этом шкафу некоторые из них, но, пожалуй, самые знаменитые Здесь следует назвать вот эту шляпу фирмы Барсалина, которую он купил в Италии в 1911 году Это была очень дорогая марка и очень знаменитая Такую шляпу носили господа из общества Но вот со временем выяснилось, что это также и любимая шляпа американских гангстеров Крутые парни, которые запечатлены в этих голливудских фильмах, тоже выбирали эту марку Собинов носил разные марки И котелок, который был в его время популярен И Хомбург, шляпу, и Федору Разный, но любимой была именно марка под Барсалина Ну вот, к счастью для нас, жизнь Собинова совпала с великим изобретением Звукозаписи граммофонной пластинки И он один из первых среди оперных певцов дал согласие на запись английской фирмы граммофон И в 1901 году эти записи и были осуществлены И вот у нас целая коллекция хранится пластинок граммофонных На которых можно услышать голос Собинова Но все же была такая категория у фирмы граммофон Называли они этих певцов экстра-певцами Самые-самые, самые знаменитые И у них были некоторые привилегии Вот, например, эта пластинка «Гигант» Когда уже делали двухсторонние записи Только первые миньоны имели запись с одной стороны Но вот я переворачиваю, на реверсе мы не видим записи Вот это и была привилегия экстра-певцов Их писали на одной стороне диска И, как правило, о статусе артиста мог сказать и цвет этикета Красный или розовый означал тоже знаменитого артиста Но менее знаменитые имели черный или зеленый этикет И такие совсем начинающие молодые артисты Синий или голубой Я держу пластинку, в общем-то, русской фабрики «Пишущий Амор» Но она была акционирована фирмой Граммофон Это обеспечивало качество И популярность вот этого изобретения, этих пластинок В начале XX века была просто огромной Несмотря на дороговизму, они были очень дорогими Так же, как и дорогими были граммофоны В России просто миллионными тиражами эти пластинки расходились И благодаря им мы сегодня можем слышать голоса И Собиновой, Шаляпиной, Неждановой и многих других великих артистов И снова здравствуйте! Это по-прежнему телеканал Первый Ярославский Шоу «Овсянка» продолжается У нас рубрика «Интересный человек» Сегодня в нашей студии Юлия Куриз Организатор и автор своего курса по архитектуре для детей Руководитель творческой художественной студии Ну и вообще просто талантища Юля, доброе утро! Доброе утро! Юля, расскажи нам, пожалуйста, о своем курсе по архитектуре Почему ты пришла к идее именно такого курса? Это как еще одно творческое развитие для детей То есть кроме рисования, каких-то других робототехники Это что-то среднее То есть это и творчество, и конструкция изучения, и такое вот конструирование Ну то есть тут как-то объединяется навык и вот такой художественный Когда нужно что-то, ну какую-то идею, может быть, выразить своим произведением И в то же время нужно обладать какими-то базовыми знаниями, ну законов физики, да? Чтобы твоя пизанская башня не упала, да? Да, то есть, конечно, каждый урок у нас занятия содержит какой-то теоретический материал И там мы изучаем как раз и конструкции, и знакомимся исторические какие-то темы Откуда появились эти конструкции, кто их придумал Вот, и дальше уже каждый ребенок сам на заданную тему, прослушав вот этот материал Обсудив все вместе, начинает строить свою какую-то постройку сооружения Уже зная вот все основы А что нужно для того, чтобы вот это сооружение построить? Вы его сначала как-то чертите, рисуете на бумаге, или он как-то в голове рождается, этот образ? Кому-то проще нарисовать, и все кто-то любит до мелочей сначала все продумать, а потом уже строить А кому-то проще по ходу доделывать, додумывать То есть смотрят уже в объеме, когда строится композиция А вот может быть здесь что-то доделать такое, здесь так доделать, здесь изменить Плюс используем совершенно различные материалы Хорошо, что взрослые вот так не строят дома, я думаю А то вот начал строить, а потом подумал, ну давай вот туда теперь, да, еще что-то дорисуем Да, но мы берем как раз в архитектуре самое интересное, это творческий начальный процесс То есть тоже, когда строят архитекторы, проектируют здания, сначала это все творчество А потом это идут чертежи, сухие, со схемами, с точными размерами Ну и в то же время они же и макеты тоже, да, строят, наверное, да, для того, чтобы, ну, увидеть, как это все уже И макеты есть, и, конечно, сейчас компьютерная графика очень выручает, там, визуализация полная Прогуляться можно по тому району, который построил, вот, а с детьми пока что вот на такой стадии Я вижу, да, у нас работы замечательные появились в студии, да Да, принесла несколько образцов показать, чтобы, вот, действительно, материалы используем самые-самые Различные, самые популярные у нас это вот гофрокартон Так Дети первое занятие, когда приходят, всегда удивляются, а где вы берете такой картон? А я, кажется, догадываюсь Ребята, если вы купили холодильник, не выбрасывайте коробку Мы знаем, куда пристроить Да, отличный их строительный материал, вот, ну и также бумага простая Вот, то сооружение по мотивам архитектора Гауди, испанский есть такой архитектор, это вообще бумажный скотч Так, замечательно То есть, материалы тоже у нас такие, которые будоражат фантазию, непонятно, как их использовать по-другому, но, тем не менее, вот, креативность тоже развиваем Так, и вот по поводу развития креативности, да, момент интересный Ну, потому что одно из упражнений, да, это когда ты придумываешь такие способы применения практического какого-то, да, вот этого изобретения Или какие-то новые способы применить, да, такой привычный предмет, вот, как, например, с бумажным скотчем, да, здесь получилось А вот, что это за здание и как его дети применяют? Это мы изучали архитектора Антонио Гауди в Барселоне, много его построек, они отличаются такой скульптурной какой-то пластикой Поэтому вот это была беседка в его стиле такая, вот, то есть, как раз девочка пять лет справилась с постройкой Так, понятно, в общем, она, наверное, уже фотографию показала родителям, бабушке Вот, пожалуйста, чтобы на даче была вот такая именно беседка, да, нужна И там просто родители в шоке, да, ну, как бы, где взять такие бревна, да, вот, чтобы получилось именно так Ну, замечательно, замечательное произведение, правда, и вот, как раз-таки в испанском стиле, да? Да, но это конкретного архитектора, то есть, в том, мы его изучаем, смотрим картинки, смотрим примеры И тем самым дети, построив, естественно, имя повторяется много раз, они уже запомнили его То есть, вот это вот обучение через игру, через процесс такой вот увлекательный тоже происходит Очень способствует запоминанию, да, усвоению информации, потому что, ну, особенно детям сложно вот эти какие-то длинные лекции слушать, да, какие-то рассказы, да Тут, конечно, хочется все пощупать, попробовать руками Так, давайте дальше смотреть, у нас здесь, я вижу, произведение из бумаги, фольги, что тут еще, все, картон, да, у нас фундамент из картона сделан, да, вот, фольга от шоколадок, да, наверное? Нет, чисто фольга, вот, которая в рулонах разматривается Это тоже мы знакомились с еще одним архитектором, Фрэнк Герри, он современный архитектор, до сих пор живет, и его постройки в стиле деконструктивизм Вот, и у него такие они характерные волнами в основном, металл какой-то, поэтому тоже вдохновившись, очень хорошо вот это занятие всегда дети любят, потому что все так сложно Формы такие необычные для нашей, да, среды, вот Ну и, конечно, это особенно интересно делать с детьми, да, у которых нет каких-то рамок в головах, да, и вот они вот просто, как они это видят Да, 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 да Так они и воплощают А вот это здание, ну, для чего могло бы быть актуально? Ну, вообще, это какое-то общественное здание, то есть вместо, нет, я скорее, выставочный центр, или вот вместо миллениума нашего, Ярославского, я думаю, хорошо тоже стоял Да, я подумал, это планетарий еще напоминает Может быть, то есть какое-то такое знаковое все равно сооружение для города Мы-то привыкли, конечно, что здания у нас всегда прямоугольные, как-то, да, такие ограниченные То есть здесь вот этот другой стиль, тоже его ознакомиться, потому что, в принципе, мало кто видел такие здания из детей, тем более Ну, конечно, конечно, и когда дети это воплощают, они же не думают о том, а как это строить потом, да? Нет, конечно, то есть они получают самый кайф вот от этого процесса, что вот они построили, потом показали это все родителям, рассказали родителям Родители пошли там гуглить, чтобы тоже не быть Ну, да, 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 чтобы поддержать беседу с умным человеком Да, 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 вот, поэтому Да, здорово, здорово Так, а здесь у нас что за произведение? Это церковь Ага Вот так ребенок воспринимает как бы религию, церковь, то есть вот тут колокольчик, который звенит на свободную тему, да Понятно, понятно, да, здорово Ну, здесь вот как раз и проявляются такие, может быть, и разные подходы к применению материалов даже, да? Потому что когда ты видишь вот такие картонки длинные, конечно, хочется из них что-то еще и вот такого плана сделать, да, высокое Ну, да, ну и учимся заодно обращаться с материалами, то есть почему я говорю, что раньше шести лет мало берут детей, потому что мы используем горячий пистолет клеевой вот этот Ножи макетные, да, то есть дети сами, в принципе, учатся резать, и, конечно, мы начинаем с бумаги, потом к картону переходим, все с возрастом приходит, мастерство Скажи, пожалуйста, а вообще в нашем городе есть, ну, какие-то строения, здания, которые тебя как-то вдохновляют своими решениями архитектурными? И которые вы, может быть, как-то попытались повторить на занятиях? На самом деле нет Это хорошая идея, надо выбрать что-то с ребятами из Ярославля и попробовать тоже сделать какую-то модернизацию, да, и свое видение этого объекта Единственное, что сейчас очень вот мы как раз работаем над проектом детской площадки, то есть тоже, ну, такая не совсем архитектура, но какие-то малые Дети же хорошо знакомы, им это нужно, они жалуются на то, что во дворах не совсем детские площадки их устраивают, поэтому придумываем свои Да, понятно, ну, тогда я вот просто хочу пожелать твоему сообществу творческому, да, детей, потому что они же вырастут скоро, они же свои идеи, они потом будут воплощать уже в жизнь, да И вот как появятся в нашем городе вот такие беседки, а, ну, здорово же будет, вот все будут приезжать в столицу Золотого кольца и восхищаться, говорить, надо же, вот как у нас тут все в таком испанском стиле будет появляться Ну, на самом деле, очень приятно, что у нас в Ярославле есть творческие люди, которые могут вдохновлять малышей прямо вот с самого детства, да, и не загонять их в рамки, а наоборот открывать им мир во всей его многогранности Это просто здорово, спасибо за то, что ты делаешь Мы на этом завершаем наш сегодняшний диалог с Юлией, обязательно увидимся совсем скоро, ну, а впереди у нас гороскоп Овны, день подарит возможность разнообразить жизнь, правда, результат вашей деятельности может разочаровать, и вы примете неверные решения Посоветуйтесь с людьми, которым вы доверяете, возможно, они сумеют вам помочь Тельцы, сегодня день перемен, не бойтесь принимать важные решения и пользуйтесь моментом, удача на вашей стороне Вы можете довериться своим единомышленникам или же обратиться за помощью к близким родственникам Близнецы, эти сутки будут наполнены случайностями и интересными совпадениями Необычные события поднимут настроение, возможно, на вас нахлынет вдохновение, и у вас появятся оригинальные идеи, касающиеся творческой деятельности Раки, веселый и очень суетливый день, не планируйте важных дел, вы все равно не сможете сосредоточиться Сегодня вы шокируете окружающих и удивляете даже тех, кто вас хорошо знает Не бойтесь озвучивать необычные идеи, в ответ вы услышите не только критику, но и слова одобрения Львы, сегодня у вас появятся интересные и необычные идеи Но не спешите воплощать наполеоновские планы и постарайтесь продумать каждую мелочь Доверять желательно только собственным ощущениям, чутье удержит от необдуманных поступков Девы, неудачи и промахи – это не трагедия Помните об этом и не занимайтесь самокритикой Старайтесь искать занятия, которые вам по душе, и не принимайтесь за скучные рутинные дела Толку от такой деятельности нет, а вот нервничать вы будете больше, чем обычно Весы, попробуйте найти время для общения с родственниками Примите участие в решении семейных проблем и убедите близких людей в том, что они вам дороги Можете заняться благотворительностью, ведь добрых дел много не бывает Совершайте хорошие поступки и помните про закон бумеранга Скорпионы, вы сегодня обаятельны и окружающие с удовольствием общаются с представителями вашего знака Деловые отношения, завязанные в этот день, вскоре перерастут в дружеские И недавние партнеры станут верными товарищами Возможно, вы получите поддержку со стороны солидных и влиятельных людей Стрельцы, сегодняшний день подходит для решения важных производственных проблем После обеденное время можно посвятить неформальному общению с новыми знакомыми Вы отлично ладите с людьми и с легкостью убеждаете их в своей правоте Козероги, не ищите каких-то тайных знаков и не верьте в совпадения Обстоятельства складываются так, как надо Вам лишь нужно просто поменять свое отношение к ситуации Водолеи – успешный день Вы жизнерадостны и позитивны, и окружающие с радостью идут на контакт, получая удовольствие от общения с вами Сегодня вы можете попробовать себя в роли посредника Люди вам доверяют, ведь вы быстро решаете сложные проблемы и находите нужные аргументы в любом споре Рыбы – те представители знака, кто решил отправиться в путешествие, могут не бояться усталости Поездки окажутся удачными и будет много позитива и ярких эмоций Не обойдется и без приятных знакомств и неожиданных встреч И снова здравствуйте, шоу «Овсянка» на Первом Ярославском по-прежнему в ваших телевизорах Мы вернулись после короткого перерыва и уже готовы перейти к следующей полезной рубрике «Безопасные финансы» Частные инвесторы Их количество в нашей стране за прошедший год увеличилось в разы Интерес к фондовому рынку растет с каждой минутой, потому что все больше людей узнают о возможностях инвестирования в ценные бумаги и фондов Но все ли так радужно, друзья? Прямо сейчас в нашей рубрике «Безопасные финансы» мы поговорим о рисках и возможностях фондового рынка для частных инвесторов Доброе утро! В эфире традиционная рубрика «Безопасные финансы» Сегодня будем говорить о частных инвесторах и механизме их защиты Для понимания, инвестор – это юридическое или физическое лицо, которое вкладывает в собственные, заемные или привлеченные Средства в инвестиционные проекты для того, чтобы заработать То есть инвестором может стать каждый из нас По данным Московской биржи, на начало второго квартала 2021 года россиянами открыто 3,8 миллиона индивидуальных инвестиционных счетов Это только один, но, правда, самый распространенный способ инвестирования В Ярославской области розничными инвесторами являются почти 3% населения Прирост за год составил более 64% Стремительное расширение рынка инвестиций говорит о том, что настало время серьезно заниматься вопросами инвестиционной грамотности Нельзя допустить, чтобы розничные инвесторы получили разочарование от своего первого опыта прихода на рынок инвестиций Потенциальным клиентам необходимо знать особенности инвестпродуктов В чем заключаются риски вложений в фондовый рынок, как определяется доход В настоящее время разрабатывается законодательная система квалификации инвестора Которая безопасит начинающих игроков от неосознанных рисков Чтобы получить доступ к более рискованным механизмам, необходимо сдать специальный тест До начала тестирования Банк России запретил продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов Кроме того, ограничена продажа инвестиционных продуктов, что позволит защитить права и интересы потребителей финансовых услуг Важно понимать, что инвестиция – это предпринимательская деятельность с целью получить больше дохода за счет большего риска Можно получить доход, но можно и потерять все, что вложили Поэтому инвестировать стоит, если закрыта потребность в сбережениях То есть есть некая подушка безопасности, и после этого что-то остается В чем отличие банковского вклада и инвестиции в ценные бумаги? Ставка по вкладу гарантирована, доход по инвестициям нет, как бы не убеждал в этом продавец инвестпродукта Доходность инструмента в прошлом не гарантирует доходности в будущем Деньги на вкладе застрахованы, государство гарантирует возврат до 1,4 млн рублей, размещенных в одном банке, что бы ни случилось с банком Инвестиции в ценные бумаги не застрахованы, как и вложения в инвестиционные страховые продукты Если стоимость бумаг упадет или эмитент обанкротится, инвестор понесет потери Если нужно досрочно забрать свои деньги с вклада, потеряются только проценты Если же нужно раньше срока расторгнуть инвестиционный договор, скорее всего будет потеряна часть вложений, иногда значительная Чтобы понять инвестор вы или вкладчик, перед заключением договора необходимо получить ответы на следующие вопросы Гарантирована ли доходность, определенная ставка на весь срок договора Застрахованы ли деньги агентством по страхованию вкладов в сумме 1,4 млн рублей Какие потери грозят при досрочном расторжении договора, на какой срок заключается договор С кем, с какой организацией заключается договор Это банк, страховая компания, брокер, доверительный управляющий и так далее После этого нужно внимательно изучить договоры, только потом принимать решения Теперь о памятке начинающему инвестору Правило первое – не рисковать всеми деньгами Сначала отложить деньги на жизнь, непредвиденные расходы, позаботиться о подушке безопасности Только потом приступать к биржевой торговле и работе со сложными финансовыми инструментами Инвестировать можно ту сумму, с потерей которой можно смириться Правило второе – следить за состоянием счетов и знакомиться с отчетом брокера Ситуация на финансовом рынке изменчива и ответственность за принятые решения лежит только на вас Правило третье – не использовать заемные средства Начинающему инвестору нужно торговать только на свои Иначе можно загнать себя в ситуацию, когда будет невозможно обслуживать этот долг И в итоге потерять те активы, которые уже были заработаны Правило четвертое – учитывать фундаментальную зависимость, риск, доходность Высокая доходность компенсирует высокий риск На финансовом рынке не бывает активов, приносящих высокий доход без риска Правило пятое и главное – самый большой инвестиционный риск – жадность инвестора Важно понимать, что на рынке не существует быстрой прибыли при отсутствии необходимых знаний и опыта При принятии инвестиционных решений необходимо четкое понимание правил инвестирования и всех рисков, сопряженных с инвестированием Но также, чтобы не было иллюзий и ложных ожиданий в отношении результатов инвестирования Ну и последнее – где же можно научиться основам инвестирования? Информацию о том, как устроен рынок, что такое биржа, чем отличаются акции от облигаций, ознакомиться с реестром надежных инвестсоветников можно на сайте Банка России Собственный опыт инвестирования – необходимая часть обучения, но он должен быть осознанным и основанным на базовых знаниях После первичного обучения можно инвестировать небольшие суммы, которые не жалко потерять, чтобы понять, как работает рынок Нужно анализировать свои потери, находить ошибки и делать выводы В этом случае сумму потерь можно рассматривать как цену обучения В интернете много предложений по обучению инвестициям, но часто за такими площадками скрываются недобросовестные инвестконсультанты Например, давая какую-то теорию, параллельно призывают в чате покупать определенные бумаги Массовый призыв к покупкам – повод насторожиться Важно знать законы, свои права Это поможет сберечь нервы, время и деньги Заходите на сайт регионального центра финансовой грамотности, а также на сайт Первого Ярославского Здесь вы можете найти много полезной информации До встречи в нашем эфире Ну а теперь давайте погуляем по нашему любимому Ярославлю Впереди у нас краеведческая рубрика и пора нам узнать больше о гостинице Царьград Добрый день, с вами Дарья Озимова Сегодня мы поговорим об истории гостиницы Царьграда Гордое название Царьград появилось в Ярославле в первой половине XIX века Когда ярославцы были увлечены византийским стилем и географическими названиями Строительством гостиницы был увлечен табачный король Иван Николаевич Дунаев Владелец фабрики «Балканская звезда» Он был человеком страстным, талантливым Не зря в советских кругах его прозвали «гурманом» и «кутилой» Он знал толк в организации заведений подобного рода Роскошный Царьград сразу стал популярным среди ярославской элиты и прогрессивной молодежи В стенах Царьграда часто можно было встретить будущего известного русского поэта Николая Алексеевича Некрасова В свое время школьных занятий он проводил за игрой бильярд в Старьградском трактире Царьград славился не только своими красивыми номерами, но и роскошным рестораном Туда приходили проводить светские беседы не только мужчины, но и барышни Которые хотели показать себя в блистательном виде среди светского общества Дорогих гостей Старьград встречал фирменными напитками и изысканными блюдами Которые можно было отпробовать как на месте, так и заказать доставкой на дом Последнее особенно порадовало зажиточных ярославных, которые с радостью отказались от готовки дома Изюминкой Царьграда было интересное сочетание разных архитектурных стилей Самый большой эффект производил величественный шатер, завершающий здание Обратите внимание на чугунный кованный балкончик, придерживающийся опорами На нем часто можно было увидеть местных и командировочных офицеров В советские годы гостиница Старьград стала лакомым кусочком для многих государственных учреждений Богачи Дунаевы потеряли свое финансовое состояние Им выделили только лестничную клетку в когда-то принадлежавшем им отеле Располагался в гостинице Старьград долгий период времени губцев наркоз В наше время департамент городского хозяйства, мэрия города Ярославля Несколько лет назад здание приобрел частный собственник Это было шоу «Овсянка» на Первом Ярославском Спасибо, что проснулись вместе с нами Пусть ваш день сегодня сложится наилучшим образом Отличного вам настроения и самое главное Включайте нас завтра вовремя Пока-пока Доброе утро, область просыпается И снова новый день начинается Первый Ярославский сделает твое утро бодрым В отличном настроении пойдешь на работу И не важно, маленький ты или взрослый Утро надо начинать с овсянки Все просто, чтобы сегодня все было отлично Включай в 7 утра наше шоу «Это логично» Овсянка! Овсянка! Овсянка!